Застенчивые и спокойные в будни и совершенно неузнаваемые на таких мероприятиях. Дети с ограниченными возможностями здоровья столь неожиданному подарку со стороны благотворителей рады безмерно. Даже самый скромный ребенок под бурные овации родителей и педагогов так и рвется на импровизированный танцпол. Развлекают детей персонажи детских сказок. Красная шапочка, буратино и баба-яга. Яркие костюмы артистов, заводная музыка и безграничное воображение маленьких воспитанников реабилитационного центра и рисуют глазами детей настоящую сказку. У меня смотрите, моего вам не отдам, лучше не просите. Море улыбок, безудержное веселье и заразительный смех. Эмоциональная публика делится положительной энергией с выступающими. Именно детская улыбка, признаются они, самая большая награда за их труд. Эмоции, конечно, самые положительные. Эмоции положительные у самих детей, когда они видят и окунаются в сказочное представление, где, соответственно, добро повеждает зло. И, видимо, поэтому мотивация самих представлений дает им четкое понимание, что нужно стремиться к добру и что зло, оно как бы совершенно такое мимолетное, так скажем, проявление. Сабине Махановой недавно исполнилось 8 к инвалидной коляске. Девочка уже привыкла. Нетрудно представить, как приятно ей оказаться в кругу друзей. И совсем не сложно догадаться, какое счастье для Сабины танцевать. Когда ребенок радуется жизни, это приятно. Любой матери, по-моему, любая эмоция его, радость какая-то на лице, движение лишнее, которое она произвела после лечения какого-то, или длительных наших терзаний таких пожизненных, ну, конечно, это радует меня. На таких мероприятиях ребята заводят новые знакомства, танцуют, поют и ощущают вкус по-настоящему счастливого и беззаботного детства. Ради их неподдельных эмоций для организаторов благотворительные концерты стали доброй традицией. Мы не разделяем этих детей на какие-то категории, да, что физически ограничены или как-то. Сегодня дети, дети для нас немножко, так скажем, заболевшие, да, к сожалению. И сегодня нашим социуме общества, да, мы должны абсолютно не разделять детей, взрослых на какие-то категории. Поэтому сегодня мы объединились во имя добра. Если дети рады, их родители довольны вдвойне. Организаторы сумели подарить частичку счастья маленьким пациентам, вдохновив их тем самым не опускать руки и продолжать бороться со своим недугом. Впрочем, самое приятное еще впереди очень скоро Дедушка Мороз и Снегурочка подарят детям долгожданные сладкие подарки. Хоть проверить, это был чудесный план.